Привет! Есть два крыла. Их нужно зачистить и снизу изобразить скульптурную композицию в виде недостающего фрагмента крыла. Перед этим желательно все это зачистить. А буду я это делать при помощи импровизированного пескостроя, напечатанного на принтере. Было несколько итераций, много. Разбирался, как работает этот пневматический пневматический. Ну что-то получилось. Есть вот такая вот насадочка, шнурочек, песочек, сую в песочек и пытаюсь что-то изображать. Работает. Сейчас зачищаем и посмотрим, что получилось и сколько нужно будет песка. Стаканчики столько. Посмотрим. Опять же это пока экспериментальный вариант. Мне просто нужно было зачистить. Итого столько песка хватило вот настолько оттуть и то не до конца. Конечно, для съемок краски он так себе. Предварительно лучше хоть как-то зачистить. А из каверн он достает, достает. И со второй стороны приблизительно также обработано. Еще будем допесочивать. Это будет такой шаблон для будущей лепнины. Пока что экспериментальный образец обломался. Сделаем новый и продолжим все это дело. Подремонтировал я дефект обновленную, улучшенную модель. Ну как? Чтобы не так быстро ломалась. Делается сейчас новое. То, что у меня получилось. Краску им снимать не очень, конечно. Это можно, это очень долго. Потому идеальный вариант, оно там, где уже поверхностная шавчина, даже вот такая, она и выбивает. Как раз пусть снимает туго. То лучше, конечно, его сначала обработать механически. И уже ержу, которая здесь пооставалась в виде там кавернах, туда. Вот ее и снять вот этим делом. Аккуратно ершиком. Там, где легко подлезть, там можно абразивами, насадками. Но не везде абразивом, насадкой подлезешь. И вот это абразивом выгрызать, ну это просто, ну, металла спилить очень много. Там вот места, где уходит глубоко, точечно оттулить. Для таких целей, собственно, то, что у меня получилось, можно использовать. Сейчас попробуем его обработать в это же место. То же место, песочек, песочек, микровизированный пистолетик. И дальше попробуем. Вот так, в месте куда сложно подлезть абразивом. Так, итого. Штука рабочая. Понятно, что вот все эти пескоструйные штуки в таком виде это расходный материал. Да, в принципе, там носики промышленных, вот эта часть все расходная. Я так подозреваю, что у сопла есть шансы сдуться раньше, чем у самого эжектора. Ну, такое, на ведро полведра хватает и, в принципе, какие-то мелкие локальные точечки задуть нормально. Значит, как он устроен? Значит, я пришел к схеме, что у нас здесь конусом сходится вот до этого места, до середины, в 2 миллиметра. Здесь прямо конус идет. Потом резкое расширение на 4 миллиметра и дальше 4 миллиметра рассверлил само сопло. И в месте, где выходит, вот там подходит канал для песка. Канал для песка 3,5 миллиметра. И, конечно, после печати все это проходит со сверлами 2, 4, аккуратно, чуть ли не от руки, 3,5. По идее, эту вещь можно выточить что-то подобное из железа. Можно, конечно. То есть здесь делать как-то конус, чтобы оно сходилось, сужалось. Здесь приток канала, здесь расширяющийся канал, чтобы разряжение происходило и будет служить. Ну, у меня, мне вот так вот, в конкретно моих условиях, мне так проще. Есть на чем, есть чем. Так что, при желании, возможно, сможете сделать, пользуйтесь. Всем спасибо. Абразив делает свое дело. Алюминиевую трубку он спилил даже раньше, чем насадку. Насадка еще работает. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...